МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При дорожном транспортном происшествии пассажиры выпали из автомобиля. От полученных повреждений две девушки, одна из которых являлась несовершеннолетней, и один молодой человек скончались на месте. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортным средством на срок 3 года. Кроме того, суд обязал возместить потерпевшим причиненный моральный вред на общую сумму 6 миллионов рублей. На заседании коллегии МВД России министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев сообщил о пресечении деятельности группировки, которая специализировалась на производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере в Калужской и Тверской областях. Сбыт осуществлялся посредством сети интернет на территориях нескольких субъектов с использованием тайников-загладок. В ходе обысков изъято 372 килограмма мефедрона и 580 килограммов прекурсоров. Обвиняемые заключены под стражей. Злоумышленники были уверены в своей безнаказанности. Прибыв с Дальнего Востока в Европейскую часть России, они арендовали частные дома в Калужской и Тверской областях и организовали в них нарколаборатории. Полицейские изъяли оборудование, центрально-конусные реакторы, средства индивидуальной защиты, электронные весы, упаковочный материал и другие предметы, используемые для фасовки наркотических средств. О масштабах, производимых в этих лабораториях запрещенных веществ, можно судить по объемам обнаруженного полицейскими сырья и готового к реализации наркотического средства. Так, изъятый из незаконного оборота мефедрон – это не менее полутора миллионов разовых доз, которые не дошли до наркопотребителей. Возбуждены уголовные дела. Фигурантам предъявлены обвинения. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.